Вообще жесть. Непонятно, самолеты чем-то окуривают. Напоминает фильм ужаса. Бор-проводники в химзащите, а салон весь в дыму. На первый взгляд, картина из постапокалиптического фильма. Но нет, это всего лишь дезинфекция самолета от коронавируса. Пока идет обработка, пассажиры выездного рейса занимают места и выдыхают. Они почти дома. Правда, стоимость возвращения обошлась в копеечку. Ну, как бы 35 тысяч билет, ну, извините, извините. Многочасовой перелет и, наконец, глоток родного воздуха. Я приехал домой и сразу же попал домой. Сразу же попал в квартиру, на улицу выйти нельзя. Несмотря на такую цену билета, я не получил никакой государственной помощи. А нам обещали выдать компенсацию за то, что мы находимся, за то, что мы не можем выехать регулярным рейсом по 2400 рублей в день. Это Николай, о нем мы уже рассказывали. Мужчина в разгар пандемии застрял в Индии, отдыхал дикарем. Его рейс без объяснения причин отменили. И хотя эмоции от всего пережитого у него смешаны, конечно, рад, что дома, а не в обсервации в Зудилово. В Минздраве пока точное количество людей, которые находятся здесь в обсервации, не называют. Но вот те, кто прилетел этим рейсом, рассказывают, что по пути с Новосибирска до Барнаула была одна остановка. И высадили только одну женщину, это жительница Бийска. А все остальные проходят самоизоляцию дома. Но это что касается жителей региона, прибывших из Индии. В конце прошлой недели должны были вернуться и туристы из Таиланда, среди которых также есть наши земляки. Сколько их отправилось на домашнюю самоизоляцию, а сколько в обсерваторов Зудилова в Роспотребнадзоре пока не озвучили. На территории санатория практически никого нет, лишь изредка ходит охрана. Но что самое интересное, жители Зудилова сюда все-таки проходят платить коммунальные платежи. А вы на территории что делали? А я заходил платить заводу. Мы не ходим тут. Мы пришли, заплатили коммуналку заводу и все. Кстати, жители Зудилова совсем не пугает тот факт, что рядом с ними находятся потенциально зараженные. Вообще нет никакого коронавируса. То есть он есть, болезнь такая была, но чтобы панику так, я не вижу в этом смысла. Местные жители не боятся, вот вы в частности, вам не страшно, что рядом потенциально зараженные? Ну они же не ходят, не гуляют нигде, правильно? Чего бояться-то? И мы не выходим, вот дальше вот этой территории мы не выходим. Вот только если в магазины, в аптеку. За всеми, кто прилетел из-за границы, сейчас наблюдают медики. После карантина им сделают тесты. Если коронавирус не подтвердится, люди смогут вернуться к своей привычной жизни и забыть об испытаниях, с которыми они столкнулись на отдыхе. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. День с толком.